Чебоксары меняют облик, аварийные дома сейчас сносят в разных районах города. Сегодня Ирина Ромадова узнала, сколько еще ветхих зданий ждут своего часа и с какими трудностями сталкиваются чиновники при переселении жильцов. А также, что интересного оставляют чебоксарцы на старом месте при переезде в новые квартиры. Южный поселок Заволжье – центр города Юго-Западный район. В Чебоксарах массово сносят дома в рамках программы переселения из ветхого и аварийного жилья. Эти дома по улице Фруктовой жители Чапаевского поселка всегда считали своей визитной карточкой. Постройкам около 60 лет. До конца весны все шесть зданий будут снесены. Что появится конкретно на этой территории, пока ответа на этот вопрос никто не дает. В целом, конечно, наметки есть, говорят в администрации города. Где-то планируют расширить дорогу, где-то построить новые высотки. Часть земель отдадут многодетным семьям. Но точные адреса пока журналистам не называют. На улице Фруктовой уже сравняли с землей 31-й дом, сейчас разбирают 33-й. Впереди еще четыре двухэтажки. Ну вот как говорили сами жильцы этих домов, говорили, что толстые стены. То есть дома бы еще постояли, а вот на ваш взгляд как? Ну я говорю же, я не специалист в этом, но по виду, сразу можно смотреть. Вот там все треснутые, стены тоже треснутые, крыша тоже облегчала уже получается. Но новое жилье, это все равно новое жилье. Можно сказать, надо сказать спасибо за то, что им переселяют, а не жалуются. А так вот мы контракт заключили до Нового года. По условию контракта мы должны закончить до 1 мая. В доме на Фруктовой 33 жили 8 семей. Для них построили квартиры на улице Ленинского комсомола. Как говорят в администрации города, по большей части проблем с переселением не было. Лишь одна семья отказалась переезжать по адресу, предложенному в рамках программы. После прений в судах люди переехали в другую квартиру. Одним из собственников подал иск о выплате выплатной цены. Судебное судание назначено на 23 января. В настоящее время в суде рассматриваются больше 30 исковых заявлений. Изначально видно их было более. От общего объема, от тех граждан, на которых мы расселяем, это 2229 семей по расселению. Если соразмерно посмотреть, сколько на сегодняшний день в суде, это малый процент. В администрации говорят, зачастую люди подают в суд, не имея на то оснований. Например, однажды собственник аварийного жилья требовал предоставить ему квартиру или землю в Севастополе. Программа переселения не предусматривает вариантов переезда граждан в другие города. Всего в Чебоксарах до лета нужно снести 263 дома. Сейчас сравняли с землей чуть меньше половины. То, что касается по переселению и по сносу, по график, конечно, немножко отстаем, потому что идут судебные процессы. На некоторых домах остаются одна-две квартиры. В основном они переселены. Практически всем переселенцам новые дома построены. Они уже давно введены в эксплуатацию. И более 90% населения уже проживавших в этих домах, практически почти под 100% они уже переселены. Остались единицы. Судебные процессы, как завершается, наши подрядчики сразу приступают к сносу. В ближайшее время будет объявлен аукцион на снос по последним 22 домам, где еще не определен подрядчик. Сами строители говорят, что порой в пустых помещениях находят очень интересные вещи. Например, оружие или книги, которых хватило бы на целую библиотеку. Ирина Ромадова, Игорь Ульянов, Вести Чебоксары.